Доброго здравия всем. Катя, меня слышно? Как видно? Отлично видно и слышно. Так, мы начнем. В любом случае, да, запись идет. Игорь, спасибо, да, за то, что ты сегодня здесь с нами скрасил наш, так сказать, вечер предпраздничный. Значит, тема спирулины и хвореллы возникает постоянно, потому что люди знают, что это здоровый продукт, ну, для здорового питания, и что он несет определенную пользу. Но в последнее время стало много вопросов по поводу качества этого продукта и так ли уж действительно он полезен. Но не скрою, что я со своей стороны тоже стала задаваться этим вопросом, тоже стала как бы смотреть разные отзывы, спрашивать мнения разных людей, причем людей, которым я действительно доверяю. Я услышала разные мнения, и в том числе немало мнений было скептического характера о том, что якобы сейчас хорошую спирулину и хлореллу найти трудно, что много того, что мы называем взрочно на химии, ну, вот как-то так. И поэтому я даже стала уходить от этой темы, когда мне стали в чате девчонки спрашивать, да, что, ба, а как мы там, вот сейчас мы при неможем, там вот это, это. Я говорю, знаете, давайте на ваше усмотрение, потому что я лично сама что-то как-то стала немножечко, да, тут сомневаться в этом продукте и стала уходить от этой темы. И вот, к счастью, тут появился ты и предложил внести ясность в эту тему, и меня это очень рад, потому что я сама хочу дать для себя определиться уже все-таки, да, да, нет, нет, и какие здесь подводные камни, и что нужно учитывать, ну, и все, наверное, такое прочее, что было бы интересно людям на эту тему. Ты в этом спец, поэтому тебе слово на сегодняшнем вебинаре. Ба, я благодарю за доверие, благодарю, что пригласила. Да, тема на самом деле очень актуальная. Для меня она стала актуальной два года назад. У меня была такая ситуация, что у меня начали выпадать волосы, да, я просто вот сам именно в своей жизни, да, то есть столкнулся с тем, что я начал искать какое-то вообще средство, которое поможет от того, чтобы перестали выпадать волосы. Я уже вообще там переискал весь интернет. Даже и такие обычные средства, знаешь, которые там, ну, типа фарма, да, производят. Ну, то есть мне было интересно вообще, а что существует, да, и вообще что можно сделать. И почему они вообще выпадают. Да, вроде бы и глину я употребляю хорошо, да, то есть у меня там полезное питание, и там все вроде классно, но вот волосы выпадают, да. И я начал изучать, что один из важнейших факторов выпадения волос – это отсутствие необходимого объема витаминов группы В. Я начал искать в этом русле, да, и обнаружил, что те источники именно природного витамина В, да, группы В, да, они есть, скажем, в кедровом орехе, в кедровом масле, да, но их содержание там относительно других продуктов, оно большое, но этого недостаточно. Ну, то есть нужно слишком много этих орехов съесть, к примеру, масло, да, и учитывая их стоимость, ну, сама понимаешь, да, то есть как дополнительно классно, но вот прямо, чтобы вот только взять и кедровым маслом пролечиться, это, ну, еще неизвестно, поможет, не поможет, да, хотя я кедровое масло и орехи очень сильно люблю. Но я наткнулся на такой продукт, как спирулина, да, я смотрю, там содержание просто запредельное витаминов В, причем не только вот обычно, которые бывают, а даже В12, да, с которым проблемы на сегодняшний день практически у всех вегетарианцев, там, сыроедов, потому что, ну, в растительном мире В12 вообще не встречается нигде, да. Вот. И когда я начал выбирать, а какую же спирулину, да, то есть я начал здесь копать дальше, и увидел, что на самом деле, ну, 90, наверное, 5% всей спирулины, которая, по крайней мере, в России продается, это спирулина очень сомнительного производства. Чаще всего в каких-то непонятных, как говорится, условиях ее кто-то выращивает с применением агрохимии, и, соответственно, я начал еще глубже искать, копать, и нашел одного человека очень интересного, который сам по себе он биохимик, да, и тоже в нашей теме здорового образа жизни, да, и он нашел один из всего нескольких мест в мире, на Земле, да, где спирулина произрастает в природных, естественных условиях без применения агрохимии вообще, да. Более того, само по себе место экологически чистое. Оно находится в Китае. Это горное озеро Чанхай, полторы тысячи метров над уровнем моря, и от него ближайшие города находятся на расстоянии более 600 километров. А непосредственно рядом с озером находится только производство этого продукта, как спирулина и хлорелла, и это все под, скажем так, под охраной государства, да, то есть это, можно сказать, государственное предприятие, да, то есть там не просто какая-то шарашкина контора, и там каждый, скажем, каждый этап производства и спирулины и хлореллы контролируется очень серьезно, да, там, начиная от, там, сбора и заканчивая, там, ее сушкой, да, и распределением, ну, вообще вся цепочка производства очень серьезно, как бы, следится за этим, да, потому что всего несколько мест в мире таких существует. И, естественно, эта спирулина, она значительно дороже, чем, так сказать, аналоги, да. Сегодня очень много, ну, как, мы, в принципе, тоже думали сначала, может быть, нам стоит под своей маркой производить эту же спирулину, но потом мы увидели, что сегодня 90, как я сказал, 5% это агрохимия, да, и людям объяснять потом, да, что вот где мы ее взяли. Здесь уже бренд, который, вот, допустим, мы продвигаем, это топ спирулина, да, он проверенный, то есть именно вот этот продукт, именно оттуда он добывается, да, завозится уже много лет, да, и он является лидером у нас в России, то есть это уникальный продукт. Что еще хочу рассказать? Соответственно, вот к чему я все это говорю, да, что действительно проблема на самом деле есть, но важно не уходить от самого продукта, важно разобраться, да, то есть вот какой просто продукт покупать, чтобы получить результат, а не какие-то новые проблемы, да. Вот я лично купил для себя тогда для начала и пропил топ спирулину, и увидел, что у меня через месяц перестали выпадать волосы вообще, да, я просто, ну, как ты знаешь, я занимаюсь целительством, еще энергетическими практиками, да, и оказалось, что люди, которые этим занимаются, у них расход витаминов группы В идет просто очень, ну, как скоростным образом, да, то есть потому что во всех процессах эти витамины очень сильно используются. Я просто, скажем так, расходовал их больше, чем потреблял. Но как только я восстановил потребление, у меня все восстановилось и все пришло в норму. И я познакомился с владельцем этой организации, мы с ним договорились, и теперь мы официальные дистрибьюторы по всей России этой продукции, да, то есть мы ее продаем по стоимости, той же стоимости, которая у производителя, да, то есть у нас цены такие же. Вот, соответственно, когда есть возможность еще сделать ниже, чем рыночную стоимость, мы тоже делаем. Но опять же в соответствии с тем, что разрешает производитель делать, да. Вот. Теперь я хотел бы еще рассказать вообще в целом, да, про спирулину. Интересно? Ага, Игорь, ты рассказывай, я прям буквально на 10 секунд отбегу и сейчас прибегу. Ты рассказывай, хорошо? Да, да, конечно, конечно, хорошо. Вот смотрите, спирулина на самом деле, да, это лучшее питание для осознанных людей. А это сделал я для себя такой вывод. Почему? Вот смотрите, что такое вообще спирулина? Спирулина – это микроводоросль, которая уникальна своим содержанием огромного количества питательных веществ и признана научным миром как самая питательная из всех, что существует на Земле. Из всего, что существует и в животном, и в растительном мире, она самая питательная. То есть, представляете, это вот на уровне, да, то есть науки даже уже доказано. В ней есть абсолютно вот все аминокислоты, которые нам требуются, именно незаменимые, да, из которых как раз наш организм может потом синтезировать любые все остальные, да, требуемые ему аминокислоты. Причем, как вы, наверное, слышали, да, существуют незаменимые аминокислоты для взрослых, а есть для детей. И они немного как бы между собой отличаются. Так вот, в спирулину входят и те, и другие. То есть, это универсальное питание для всех. Кроме этого, в ней огромный состав витаминов. Например, витамины группы В. Представьте, В1, В2, В3, В5, В6, В8, В9, В12. Также бета-каротин с провитамином А. Причем именно богатой форме, да. То есть, это вещество, которое, попадая в организм, да, превращается в процессе обмена веществ в витамин ретинол. Также входит витамин Е и витамин H. Также в нее входит целый ряд микро- и макроэлементов, важных для нашего организма. Таких как кальций, фосфор, магний, железо, бром, кремний, тот же самый, да. Цинк, медь, селен, йод, калий, хром. Это огромный просто список, на самом деле, входящий, вот если подумать, да, в одну вот эту микро-водерсель. Вот. Более того, вот что очень меня, скажем, зацепила эта тема, когда я изучал тему детоксикации от именно жирорастворимых, к примеру, токсинов, да, где требуется нашему организму совершить, так говорится, финтушами, чтобы вообще избавиться от вот этих жирорастворимых токсинов некоторых ядов, да. Так вот, там, допустим, требуются парные витамины, микроэлементы, как кальций, магний, к примеру, да, в сочетании с вот этими, с витаминами В. Здесь тоже парно, да, то есть идет кальций, магний в соответствующей пропорции. Потом, для натрий калиевого насоса нашего, да, натрий калий, тоже именно природа так сделала, да, что вот в этой специальной пропорции, которая именно идеально подходит для нас. Именно благодаря этому они усваиваются хорошо и не создаются дисбаланс, да, вот когда люди, ну, покупают, к примеру, отдельно только кальций какой-нибудь там или, к примеру, отдельно там магний, ну, то есть без связки, вот как в природе, да, комплекс создан. Вот. А тут, получается, сама природа, получается, постаралась. Еще тут потрясающий фермент фикоцианин. Это белок, который очень сильно помогает нашему иммунитету. Это сильнейший иммуномодулятор, который держит в тонусе нашу иммунную систему. И те, кто употребляет, например, ну, на постоянной основе спирулину, скажем, по 5 грамм в сутки, да, в течение хотя бы 3 месяцев и больше, да, подряд, они потом всю осень, там, зиму, весну, естественно, не болеют. Почему? Потому что фикоцианин держит на уровне, на высоком уровне нашу иммунную систему, да. Также в нее входят гамма-линолевая кислота, различные карантиноиды, кроме вот провитамина А, да, РНК и ДНК. И, конечно же, хлорофилл, да, всеми уважаемый, который очень полезен нашему организму. Соответственно, вот в целом, да, такое вот описание. Скажи, Бая, как вот мнение? Да, я прямо сейчас побегу принимать. Нет, правда, вот когда начинаешь углубляться, да, в какой-то предмет, да, и понимаешь, что нельзя объять необъятное, всегда что-то упускаешь. Вот, правда, вот на данный момент у меня такое ощущение, что я что-то упустила. Но я рада тому, что мы именно с тобой дружим и что именно ты узнал про этого поставщика. Кстати, вот для тех, кто подключился недавно и кто, может быть, еще не знает, кто такой Игорь Романовский. Я должна еще раз сказать, да, то мало ли, может быть, кто-то не знает, что Игорь Романовский – это тот самый поставщик белой и голубой глины, да, которую вы успешно покупаете по моей ссылке и успешно принимаете в качестве детоксикации на подготовке к условному голоданию, на условному голоданию, как адсорбент, и без которой мы теперь уже не мыслим в нашей жизни, потому что мы за очищение, а глина – это как раз про очищение. Компания «Источник жизни» – это та компания, с которой я уже дружу несколько лет, с Игорем мы уже провели не один совместный вебинар, и каждый раз я узнаю что-то новое. Нет, ну, я читала и раньше про нее, но все равно вот что-то ускользает, да, и когда ты заново вот так раз опять что-то, да, вдруг оживляешь, что-то повторяешь, ты понимаешь, что да, что-то ты упустил, и это нужно наверстывать. Наверное, расскажи, как ты ее принимаешь и как ее лучше вообще принимать, в каком виде, и нужно ли делать это постепенно, какая доза нужна, да, вообще, ну, вот, подробности по применению. Да, я, если можно, расскажу на своей истории, да, потому что вот именно как живой человек, да, не просто вот там, потому что, типа, мы там продаем ее, а вот именно вот как живой человек. Я ее купил, да, причем купил я ее, как я начал изучать и понял, что вот в порошке она максимально усваивается, да, вот, и чуть позже расскажу, почему, да. И вот я купил себе вот именно в порошке такую, да, спирулину, открыл ее и понял, что что-то как-то, я не знаю, как я ее буду пить, запах-то такой вот прямо, ну, как бы, мягко сказать, да, специфический. Я думаю, блин, вот что делать, а пить-то надо, вот. Я думаю, а ну-ка, а если я ее с глиной нашей смешаю, что будет? Я обалдел. Я взял одну ложку спирулины, две ложки глины и создал напиток, который назвал сам спируглина, да, вот. Глина, наша белая глина, она настолько, вот, знаешь, как вот бриллиант делают ограночку ему, да, то есть вот здесь то же самое произошло. Получился такой приятный коктейль, и вот этот месяц я пил спируглину на самом деле, не чистую даже спирулину, спирулину. У меня были сомнения, а вдруг глина как-то там, ну, что-то повлияет и снизится эффективность? Нет, у меня за месяц все классно улучшилось, все. Более того, более того, я потом более глубинно, когда начал изучать, то есть как именно спирулина работает, да, и я понял, почему произошло, произошел такой момент. Через месяц я решил попробовать без глины. Я понял, что она мне уже просто сама по себе нравится. Я думаю, опа, а что это такое, а почему? То есть как так, вот от резкого отвращения до прямо такого, знаешь, прям хочу ее пить, да, то есть мне прямо очень понравилось. Я начал эту тему изучать и увидел такую вещь, да, что оказывается, оказывается, она, по сути, создает у нас определенную микрофлору, полезную микрофлору, да. Дело в том, что, к примеру, мы ходим, да, у нас есть там разные, ну, и патогенки достаточно много, да, то есть вот как бы там человек один раз почистился, два, все равно еще есть определенный объем патогенной микрофлоры, да. И, соответственно, как вот эта патогенная микрофлора, она влияет даже на наше обоняние. То есть как только она почуяла, что там, можно сказать, их враги, она говорит, не-не-не, нам сюда таких товарищей вообще ни в коем случае нельзя, да. Но, естественно, когда мы начинаем ее пить, там начинается борьба, да, вот. И вот эта полезная микрофлора просто побеждает в какой-то момент. И, естественно, она потом тоже нам транслирует, что давай, это хорошая еда, можно ее употреблять. То есть получается, даже такой своеобразный тест можно провести. Насколько у тебя все хорошо с микрофлорой, да. Понюхай спирулину, и ты получишь ответ, что там у тебя с микрофлорой кишечника. Интересно. Надо будет протестировать. Ну, у меня вот как-то сразу ассоциируется, что я ее положу в коктейль. То есть вот сейчас у меня как раз сегодня я выпила последнюю свою порцию коктейля с замороженной зеленью. У меня больше нет заморозки. И я объявил мужу, говорю, так, сегодня у нас последний коктейль. То есть получается, что завтра я буду уже принимать коктейль со спирулиной. Отлично. Ну, это нормальная же идея, да, положить ее в коктейль? Это нормальная идея. Единственное, тут есть моменты по усвоению, да. Дело в том, что спирулина – это самая быстро усвояемая пища для организма. Соответственно, если мы ее отдельно употребляем, она усваивается моментально. Вот прямо вот так. Если мы, к примеру, ее едим с какой-то другой едой, допустим, с яблоком или еще с чем-то, она будет усваиваться со скоростью усвоения этого продукта. Соответственно, поэтому ее рекомендую. То есть если ты хочешь именно получить максимально крутой результат, ее лучше всего употреблять натощак вообще в идеале. А есть люди, которые любят коктейли всякие. Это тоже нормально. Главное – не употреблять тяжелой пищей одновременно. То есть если, к примеру, допустим, скажем так, есть вариант утренний прием, есть еще дополнительно вечерний. Ну, то есть смотря какая цель у человека, мы чуть позже можем еще об этом тоже поговорить, о целях и эффективности. Но если, в общем, вечером, допустим, да, и до этого, скажем, в ужине была какая-то тяжелая пища, нужно два часа подождать, да. Иначе вот эта эффективность будет снижаться параллельно, да. Поэтому вот некоторые говорят, у меня прям суперрезультаты, а кто-то говорит, у меня, ну, как бы я ничего не ощущаю, да. То есть и это очень важный вот такой, вроде бы незначительный с виду, но очень важный момент употребления скрины. А спирулина бывает, скажем так, вообще, ну, разные бывают производители. Вот у нас, допустим, есть два типа формы, да, то есть либо спирулина в порошке, либо в таблетках, да. То есть в таблетках она прессуется с помощью, там есть, получается, такое, скажем так, вещество, оно, ну, безобидно, да, то есть это стеорат магния, а, в общем-то, ну, вся фармацевтия, все, да, то есть используют несколько видов, но вот у нас стеорат магния, то есть он как бы и даже этим веганам, то есть не вопрос, да, то есть все нормально, вот. Но из-за того, что это таблетированная форма, да, ее эффективность где-то снижается примерно 5%, то есть в порошке она будет более эффективна, да. Но зато здесь плюс какой, если человеку прямо отвратительно, и он не хочет с глиной, к примеру, то в таблетках он ничего не замечает, да, потому что она не пахнет так ярко, и вот сколько я знаю, у нас люди вот, у которых прям было отвращение, они нормально пили в таблетках, то есть вообще вопросов нет. Ты сказал, что ты кладешь ложку, ты про чайную ложку говоришь, да, чайную ложку? Да, чайную ложку, то есть вообще 5 грамм, да, то есть вот минимальная норма рекомендуемая, это 5 грамм утром, и если, к примеру, хотите более крутой эффект, то можно пить 10 грамм, на самом деле можно пить еще больше, но желательно разносить, то есть лучше выпить 2 раза в день по 5 грамм, чем 1 раз 10 грамм, да, тогда усвоение будет намного лучше, да, потому что там просто очень много белка, да, то есть огромное количество белка, чтобы оно хорошо у нас ускорилось, и был вот прямо хороший результат, лучше сделать вот таким образом. Потом, что еще я хотел бы рассказать? Мы считаем глину продуктом питания, поэтому мы можем ее употреблять на постоянной основе, правильно я понимаю? К спирулину. Ой, а я сказала, что... Спирулину, глину, да. Ой, спирулину, спирулину, да. Все верно, все верно. Более того, вот в чем фишка спирулины, да, то есть в отличие, опять же, да, вот у нас очень часто, как бы вот у нас настолько вот вся вот эта фармоиндустрия, вот эти все вещи заострили, да, что там, ну, про всякие вот такие моменты, да, и мы просто иногда даже, ну, обращаясь вроде бы к природному продукту, забываем и начинаем сравнивать его вот с какими-то препаратами, да. Это именно продукт питания, стопроцентный, его можно всегда, везде и постоянно. И чем больше мы его пьем, то есть там есть кумулятивный эффект, да. То есть, скажем, человек, то, что он получит через месяц, и то, что он получит через три месяца, и что он получит через полгода, это разные вещи. То есть чем дольше он пьет, тем круче он будет получать эффект. Почему так происходит? Дело в том, что если вот сегодня любого человека протестировать, практически любого, ну, кто даже вегетарианцы, сыроеды, ну, вот они, допустим, не употребляли, вот, к примеру, там, спирулину, там, или хлорелу, или какой-то такой мощный суперфуд, да, мы увидим у них очень серьезные дефициты разных витаминов, микроэлементов. Это однозначно. И, как следствие, дефициты определенных аминокислот. А наш организм, он же, ну, как ты сама знаешь, да, то есть он настолько умный, что если есть дефицит, он будет эти вещества давать только на выживание. То есть он будет их очень сильно экономить сам по себе в процессе распределения. Соответственно, ему, чтобы поверить, что наш организм потребляет постоянно, ему нужно месяцами давать нормальные дозы, чтобы он сказал, а, да, действительно, у нас с поставками все хорошо, да. То есть он только через месяца три поверит в это и начнет давать и на другие важные процессы в организме, да, вот эти все важные микроэлементы, витамины, там, аминокислоты. А поначалу он их будет очень сильно беречь, он будет их выделять только вот туда, куда прямо вот важно и срочно, да, то есть вот именно поэтому многие начинают вот серьезные, скажем так, результаты видеть там минимум через месяц, а то через три месяца, через полгода употребления постоянного, да. Потому что мне иногда кто-то пишет, ну, я вот пропил две недели спирулину, и ничего типа у меня ничего не изменилось. Я говорю, а как у тебя, если у тебя там хроническая недостача была, да, то есть ну что у тебя там изменится, да, то есть ну абсолютно ничего. Что такое две недели? Это просто так вот, вот один раз ты вдохнул и все, да, то есть ты ничем не насыщен, вот. То есть поэтому здесь очень важно именно постоянство. Игорь, а по опыту вообще вот у тебя, ну, у тебя же свои клиенты, свои покупатели, по опыту не было случаев аллергии? А вот как раз отдельно я хотел бы поговорить на тему, кому можно и как, и вообще вот, да, вот эти все моменты. Вот у меня лично не было таких людей, да, у которых были проблемы, но я же не могу на это опираться, я изучал и смотрел, какие есть противопоказания, да. Кому нельзя, кому не рекомендуется. Вот смотри, дело в том, что так как, как я уже сказал, да, спирулина усиливает наш иммунитет, поэтому при некоторых видах аутоиммунных заболеваний с ней нужно быть крайне осторожно. Можно даже, можно даже, допустим, к примеру, да, опять же, в зависимости от цели, но можно, допустим, хлореллу, да, потому что хоть и хлорелла тоже микроводорцель, но она очень сильно отличается от спирулины, вот. Хотя по составу почти-почти одно и то же, но вот они отличаются в принципе, в корне, да, но про хлореллу я предлагаю отдельно поговорить, потому что, как бы, ну, это тоже большой эфир будет, да, то есть вот. А, то есть ты хочешь сегодня только на спирулине, да? Только, конечно, иначе не. А, а я уже думала, что сейчас это про хлореллу. Не, не, давайте разберемся со спирулиной, потому что, на самом деле, я рекомендую, то есть если нету ауэтимонных заболеваний, да, нету прямо серьезных каких-то там колитов, каких-то, скажем, язв, да, то вообще легко. Более того, так как именно вот эта спирулина без агрохимии, ее можно беременным, кормящим, младенцам. Вот у меня, например, дочке год и четыре месяца, да, и она просто, вот только она слышит, она еще не видит, только вот открыл, она запах учуивает, бежит и просит, да, я ей даю, она съедает одну-две таблеточки сама, да, то есть она, то есть сама хочет, да, то есть вот насколько. Также вот, допустим, животные тоже, кошка слышит, даже она не видит, просто я открываю запах, ну, у них же тоже обменение, да, сразу бежит, просит, дай мне спирулинки, вот, настолько вот, да, то есть настолько вот это работает очень серьезно. Так вот, я к чему говорю, что продукт, это просто продукт питания, но он очень, скажем, калорийный, да, можно сказать, питательный вернее, то есть он очень питательный и, соответственно, его можно всем, кроме вот групп таких людей, и там, на самом деле, я знаю, что люди тоже принимают, единственное, они начинают с микродоз, допустим, вместо пяти грамм можно один грамм, да, посмотреть, пропить, посмотреть, по одному грамму, буквально по чуть-чуть там, потом два грамма, то есть потихонечку и смотреть. Более того, даже если что-то какое-то там случится, оно не будет прямо, знаешь, это же все равно не фарма, это природное средство, ну, даже если что-то такое-то, человек может вовремя снизить или прекратить, к примеру. Но вот даже не то, что у нас, вот я общался непосредственно с производителем, у них за вот это огромное количество времени всего было несколько случаев несовместимости, ну, где человеку просто, ну, не подходит, да, вообще. А так, в принципе, именно вот эта спирулина, да, очень важно не путать, потому что у многих вот из-за вот этой агрохимии, да, у многих отрицательный эффект произошел, и они теперь боятся всю спирулину, да, вот, но, к сожалению, вот сегодня взять огурцы и помидоры, да, вот мы покупаем, практически, там вообще даже, то есть здесь, слава богу, мы хотя бы знаем производителя, да, то есть, а вот в магазин ты приходишь, ты не знаешь огурцы и помидоры, они какие, то есть с большей долей вероятностью мы понимаем, что там уже что-то есть, да, вот, а здесь мы хотя бы можем понимать, что этот продукт, он чистый, его можно всем, вот, абсолютно всем. Так, а у тебя сейчас там какие-нибудь акции на спирулины есть, нет? Вот как раз мы сегодня только опубликовали пост на праздники, вот, до конца этого месяца, мы сделали там, получается, скидка до минус, до, что-то, около, до 25% минус, да, от цены, в зависимости от объема, там, и формы, и на спирулину, и на хлореллу сделали, на самом деле, скидки, вот, потом ссылочку опубликуешь, и люди смогут посмотреть. Хорошо, да, конечно. И я, конечно, рекомендую, опять же, если вы вот прямо вдохновились, берите, честно, берите сразу по 500 грамм, потому что относительно, ну, как бы, стоимости каждого грамма, 500 грамм выгоднее покупать, да, вот, и его сразу хватает, вот, представьте, допустим, вы взяли 500 грамм, если вы в сутки употребляете, скажем, минимально 5 грамм, вот, как рекомендовано, да, это получается на 100 дней, да, то есть пачка на 100 дней, то есть на 3 с небольшим месяцем, да, у вас питание уже будет, скажем, собой. Если, к примеру, вы хотите усилить, допустим, 2 раза по 5 употреблять, ну, все равно 50 дней усиленного питания. А ты рассмотряешь в какой воде, в теплой или можно в горячей? Нет, в горячей нельзя, потому что там белок, да, вот смотрите, по поводу того, как употреблять, да, то есть я рекомендую, если в порошке засыпаем вот ложечку, да, чайная ложечка, как раз это где-то 5 грамм, да, мы засыпаем в стаканчик и наливаем теплую воду, не холодную и не горячую, теплую где-то, скажем, 25-28 градусов, да, и оставляем на 5-15 минут максимум, да, и получаем одновременную пользу, то есть спирулина, да, вот я еще вот хотел что-то дорассказать, да, вот, дело в том, что многие думают, что спирулина это водоросль, как, например, в море, да, вот там она там расплывается как-то, да, там, ну, как бы так вот, на самом деле это не совсем так, это больше как планктон, это не совсем растение, она ближе относится к бактериям, да, то есть это сине-зеленая водоросль или цианобактерия, а от бактерии у нее осталось уникальное свойство, тонкая клеточная оболочка, именно благодаря этому спирулина легко и быстро расщепляется в нашем пищеварительном тракте, да, и все питательные вещества, соответственно, попадают из нее прямо в нас, вот прямо залетают очень хорошо, вот, соответственно, когда мы, когда мы заливаем ее теплой водой, да, вот, то получается, что мало того, что спирулина нам дает пользу, да, за вот эти 5-15 минут образуются прямо там бактерии, которые полезны для нашей микрофлоры, то есть симбиотная микрофлора появляется, представляешь, одновременно. Ну, это супер, как раз у нас сейчас идет период подготовки. Да, но не более 15 минут, я вообще жду 5 минут, мне достаточно. Я сразу подумаю про то, что мы сейчас готовимся к условному обладанию, и когда мы его проведем, у нас будет период выхода, нам как раз нужно будет думать про выращивание полезной микрофлоры, вот мы тогда введем эту спирулину, теперь я уже так думаю. Да, более того, вот смотри, еще я добавлю вот маленький такой пазл, да, вот смотри, дело в том, что спирулина, она оказывает очень мощный детокс-эффект, то есть она сама по себе очень сильный детоксикант. И именно по этой причине, да, если человек, скажем, загрязненный, если он будет пить сразу по 5 грамм, у некоторых людей прямо начинается прям тоже свистопляска, так сказать, да, и поэтому им приходится снижать там до 1-2 грамм, потому что сильно зашлакован, а когда мы это делаем, вот получается у вас в программе там идет глина, да, вы пропиваете глину, проходите вот это условное голодание, да, и как раз, когда вы будете выходить, то есть организм уже достаточно хорошо почищен, да, и тут вы заводите полезную микрофлору, и еще она продолжает очищать параллельно организм от оставшихся вот этих веществ. Более того, если вот люди у тебя еще спортом, я не знаю, занимаются, как бы у вас есть там зарядки или, ну, не знаю. Ну, а как же, мы это приветствуем, конечно. Да, соответственно, если люди еще начинают делать какие-то упражнения спортивные, да, допустим, там утром буквально хоть какая-нибудь пробежечка небольшая, вот просто, чтобы кровь пошла по жилам, да, вот, потому что оно же как, получается, кровь заходит в жилы, у нас кровь попадает в мышцы, да, когда мы бегаем, вот, ну, прыгаем, да, и оттуда на время вымываются вот эти жирорастворимые токсины на время попадают в кровь. Но в обычной ситуации происходит микроинтоксикация, и потом через какое-то время, когда человек успокоился, эти токсины опять туда уходят, да, в залежи. И, как бы, и вот это происходит вот такой, как говорится, круговорот воды, токсинов в человеке, да. А здесь, если они делают упражнения и пьют спирулину, да, а в ней получается, как я сказал, комплекс весь нужный для разложения этих токсинов, то есть вся группа витаминов В плюс кальций, магний, да, и плюс вот эти все кислоты, да, которые я перечислил. И вот это одновременно все очень хорошо связывает вот эти жирорастворимые токсины, и человек в твоей программе в конце получает еще дополнительное освобождение от вот этих, скажем, таких очень туго выводимых токсинов. Это очень, ну, как бы, важная тема. Понятно. Ну, да, супер. Конечно, да, этот продукт очень здорово вписывается в нашу программу. Я очень рада, что мы с тобой вчера так случайно, да, вдруг коснулись этой темы и случайно выскочили на этот вебинар. Вот если бы, да, не этот разговор, может быть, так она мимо и прошла бы, эта спирулина. Ну, теперь, да, здорово, что, ну, все делается по замыслу Творца. Да, 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 по замыслу Творца. Здорово, Игорь. Ну, что, тогда, значит, получается, что у нас хворела второй частью будет отдельным, тогда уже после праздника, да, мы... Да, после праздничка договоримся, да, как раз вот... А, более того, вот смотри, те люди, которые вот у вас там сейчас проходят программу, да, все равно я всегда рекомендую, начинайте со спирулины, потому что хлорелла лучше всего вторым этапом, через сколько-то месяцев, да, поэтому... Да, то есть эффект разный. Вроде бы они живут в одном озере, да, но это абсолютно разные, скажем так, разные... Очень интересно, да, хотя состав, вот я читал, состав практически одинаковый, но вот пропорции вот эти, да, то здесь таких микроэлементов меньше, здесь таких больше, да, то есть вот это, оно создает какой-то неуловимый определенный эффект на организм. Вот знаешь, как вот эти ученые все пытаются, знаешь, вот как, типа вот скрестить, знаешь, здесь искусственные добавки, где вот там в одно, один коктейль там типа все есть, но они не учитывают вот этот божественный промысел, да, который создает какую-то такую вещь, которую вот мы не можем это уловить вот с помощью каких-то приборов, да. И вот здесь такая же история, да, потому что, вот, допустим, я пропил в свое время спирулину, думаю, теперь пора попробовать хлореллу. И что ты думаешь? Я уже весь так прокачанный, прочищенный, меня она где-то... первые пять дней у меня живот крутило от хлореллы, я понимал, что она, я прям чувствовал, как она работает, понимаешь, и я понимал, что мне ее тогда лучше бы и не принимать, да, то есть она, ну, как, я уже был прокачан, подготовлен к ней, да, а потом пять дней прошло, и прямо все вообще, она хорошо пошла, вот, ну, то есть, поэтому... Ну, и прямо вот похоже на то, что как белая и голубая, я тоже на своей школе убедилась, как работает мягко белая глина и как мощно работает голубая, что, правда, вот это вот кручево в животе, оно именно на голубой ощущалось. То есть здесь получается примерно похожий эффект, да? Интересно, очень интересно. Ну что, Игорь, тогда я благодарю тебя за эту информацию, супер, как всегда. Еще одну последнюю маленькую вещь важную, да? Ну, кажется, последнюю каплю, это мы про воду, да, хочу сказать, что обязательно, обязательно, ну, я понимаю, что вот, ну, ты всегда говоришь своим людям, что надо достаточно пить воды, но здесь я все равно тоже хочу, как бы, обратить внимание, что вот со спирулиной, так же, как с глиной, да, очень важно достаточно пить воды. Это прямо вот, ну, это важно в течение дня пить чистую воду, это прямо очень важно. Ну, на этом, в общем-то, сегодня все. Игорь, спасибо огромное. Все, тогда будем с нетерпением ждать следующего вебинара по хлорели, этот вебинар в записи даю, ну, и тогда потом тоже ссылку твою как-то ты мне дашь, я выложу на акцию, да, по спирулине. Спасибо тебе огромное. Все, тогда всем тоже спасибо, ребята, за участие. Да, если какие-то будут вопросы по спирулине, все в чат, а я буду Игорю тогда передавать, он нам будет ответы давать. Ага. Все, спасибо большое. Заканчиваю. Всего доброго. Ага. Спасибо. Спасибо.